Профессиональный праздник отмечают работники средств массовой информации. 13 января день российской печати. Историческое торжество связано с началом издания газеты «Ведомости», основанной указом Петра Великого. Сегодня в стране работают более 30 тысяч печатных изданий. Из них больше тысячи в Самарской области. Историю по страницам газет изучала Анна Архипова. 95 лет истории подшиты листок к листку. Январь 1919 года. На первой полосе коммуны заметка под заголовком «Революция жива». 19 июня 1941-го развернутая статья о раскопках Тамерлана. А 24-го уже первые известия с фронта Великой Отечественной. Со страниц газет самарцы узнавали обо всем, что происходило в жизни губернии и страны. С появлением телевидения и многочисленных радиочастот, печатные СМИ попали в условия жесткой конкуренции. В 21 веке ситуация обострилась. Поколение «Некст» вооружилось современными гаджетами, которые позволяют не только быть всегда на связи, но и узнавать самые последние новости региона, страны, да и мира в целом. Газеты перестали быть единственным источником информации, но, тем не менее, не утратили своей популярности. Как ни удивительно, но и сегодня бумажные версии газет пользуются таким же спросом, что и их электронные аналоги. Как ни крути, вот это вот ощущение страниц, вот это вот пошуршать листами, все равно это какая-то романтика. Интернет вроде пролистал и забылся, а газетку прочитал, надо еще раз в них, что газет есть газета. Наверное, в газете тут же большую роль еще играют корреспонденты, именно как он раскрыл что-то, для него что-то интересное было, он взял эту тему и раскрыл. В скорости и оперативности газетчики уступают интернету. На сайт заметка выкладывается за секунду, а чтобы подготовить печатные издания, требуется куда больше времени. Но все же в современных условиях им удалось сохранить свои преимущества и остаться востребованным средством массовой информации. Если посмотреть, по какому принципу строится газета, когда мы готовим номер к выпуску, то мы смотрим те темы, которые сейчас пользуются наибольшим вниманием, которые больше всего интересуют людей. Мы стараемся эти темы развернуть в какие-то публикации с комментариями, с подробностями. Свой профессиональный праздник корреспонденты одного из старейших самарских изданий «Волжская коммуна» встречают на рабочем месте. Обсуждение тем, расшифровка интервью, верстка. Все это и многое другое для того, чтобы свет увидел свежий номер, в очередной раз подтверждая известную истину, что событие произошло лишь тогда, когда оно опубликовано. Анна Архипова, Дмитрий Столяров, Новости губернии.